Всем привет, друзья! Меня зовут Фанрикс и добро пожаловать в мой новый ролик! Ну что, ребятки, близится обновление! Друзья, и обновление не простое, обновление очень крутое! Ребятки, повыходили уже сливы, уже есть новые предметы, и непонятно, эти предметы это питомчики или нет. Сейчас я вам всё покажу. Плюс, друзья, вышел новый секретный питомчик, которого я сейчас получу прям при вас. Друзья, очень интересно, давайте быстренько смотреть. Ну и, конечно же, перед началом этого ролика, как всегда, я вас попрошу подписаться на канал, если вы ещё этого не сделали, и поставить свой лайк моему видосику. Погнали! Друзья, если вы хотите безопасно купить робоксы или любую другую игровую валюту в игре, тогда я рекомендую вам сайт FunPay. FunPay это биржа игровых ценностей, где буквально в 2 клика вы можете купить всё, что вам нужно в любимой игре. Всё очень просто, находите в списке свою игру, выбираете продавца, указываете количество, которое вы хотите купить, получаете предмет от продавца и подтверждаете сделку. Проходите по моей ссылке на FunPay, покупайте робоксы и другие игровые ценности легко, быстро и безопасно. Ссылка в закреплённом комментарии. Итак, друзья, говорят, что как минимум будет несколько локаций в новом обновлении. Друзья, вы помните, у нас было новое обновление, которое называется April Fools, то есть 1 апреля, день дурака. У нас оно уже было, но в прошлый раз не было локации, а в этот раз говорят, что хотят добавить локацию. И уже, ребятки, есть новый предмет, я пока не понял, друзья, что это такое, я вам сейчас покажу, давайте подумаем вместе. Значит, смотрите, друзья, у нас такая вот штука, называется Food, ну, типа, это кормилка. Для кого эта кормилка, непонятно, ребята, это для животных, либо это для питомчиков. Вообще непонятно, ребят, что это такое будет. У меня, конечно, чувство, что это будет, типа, как садик, а вы сюда заходите внутрь, нажимаете ешечку, и тут можно что-то делать. Но что делать, ребята, пока что неизвестно. Но поскольку у нас добавляют новые предметы, а новые предметы это фрукты, у нас добавляют вот такие вот фрукты, ребята. У нас, получается, радужные, это что такое, это какой-то, я даже не знаю, rainbow, что это такое, ребят, ваше предположение, что это. Потом ананас, orange, это у нас апельсин, банан, тут тоже какое-то яблоко, наверное, а вот это обычное яблоко. Это золотое, это обычное. Но еще, друзья, непонятно, точно ли все вот эти вот фрукты будут в игре. И я делаю вывод, ребята, что вот эти вот фрукты, они как-то будут связаны с этой кормилкой, на которой у нас написано фото. В принципе, по логике оно как бы так и должно быть. Но как оно будет в игре, непонятно, потому что мы уже несколько раз убеждались в том, что логика разработчиков игры с нашей логикой вообще просто несовместима. И иногда она у разработчиков полностью отсутствует. Но, ребят, еще точно непонятно, будут ли все вот эти фрукты. Потому что, друзья, в Дискорде у Биг Геймс прошло голосование. Они первые, кто выложил вот эти вот фрукты. Но они не просто выложили, они написали, что типа голосуйте, какой вам больше всего нравится из этих фруктов. И 562 человека уже проголосовало за ананас. Ну, типа банан уже был у нас. Кстати, у нас есть питомчик банан, кто не знал. Поэтому все проголосовали за банан. Но мне, ребята, кажется, что это не будет у нас питомчик. Мне что-то кажется, что это будет совсем что-то другое. Наверное, можно будет их, ребят, собирать. Как вы думаете? Это будет предмет, который нужно будет собирать? Или это будет какой-то питомчик ананас? Но это будет странно, если это будет питомчик ананас. Нам банана уже хватило. Дальше, друзья, у нас появился новый питомчик. Хьюч Гоблин. Ребята, походу, Гоблина у нас еще не было. То есть, это будет как новый питомчик, как добавляли уже новых питомчиков перед этим. Сейчас новый питомчик добавят, так плюс он еще будет Хьюч. Это очень круто. Радужный слайм, ребята, тоже Хьюч появился. Пока что появляются только Хуги. То есть, питомчиков они где-то разработчики припрятали. прятали. Где-то они их держат, пока что, наверное, на каких-то тестовых серваках, потому что в самой игре еще питомчики такие не подобавлялись. Только вот такие вот, получается, хуги. И плюс еще Хьюч Гекко. Тоже обычный и золотой. То есть пока что мы видим только хуга. Но это еще не самое интересное. Самое интересное, если вы помните в прошлом обновлении на Эйприл Фуллс, у нас была такая штука, которая называлась Инфинити Пец. В этом обновлении, я так понимаю, они хотят ее добавить. Цена будет 9999, 9999, скорее всего. И как вы помните, ребята, у нас уже такое было в прошлом обновлении, ребят. И тогда можно было одевать 795, потому что тогда была максималка 790, а сейчас максималка у нас 820. Вот так вот они выглядели, ребята. Это было, конечно, крайне жестко. Я как вспомню вообще, это было нереально. Сервак сразу залагивал. Как только вы одевали таких питомчиков, сервак сразу залагивал. Вообще, это просто было нереально даже играть. Надеюсь, в этот раз уже будет без лака, но потому что реально было очень много лагов. Даже когда вы не одевали, просто когда кто-то одевал, все равно лагало очень жестко. Плюс, ребята, в файлах появилось название, то, что я вам говорил в начале ролика, что у нас будет World's April Fool's, то есть у нас будут отдельные локации. Потом появилось какое-то название Diamond Error Egg. Тоже непонятно, что это такое. То есть какое-то Error Яйцо будет. И, друзья, самое интересное, это новый секретный питомчик, ребят. И его получить конечно очень просто. Я вам сейчас покажу, что нам нужно сделать. Нам нужно для начала пройти по ссылочке. Ссылочку я оставлю в описании. И после этого, как вы проходите по ссылочке, вас перекидывают на Cyber Bunny Helmet, который стоит 40 робоксов от Роблокса. И действует вот эта вот цена до 13 апреля. То есть 13 апреля он уже пропадет. Ребятки, вам нужно его купить и одеть. Давайте мы его сейчас купим. Customize. И давайте мы его оденем. Есть, ребята. Выглядит, конечно, очень странно. Теперь, друзья, давайте мы зайдем в игру. Точнее, не зайдем, а перезайдем. Так, перезаходим, друзья, перезаходим. Уже вижу. Только что он мне замаячил. Только что мне маякнул, что он уже со шлемом новым. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Мне уже интересно. Так, ребятки, заходим, заходим. И у нас сейчас должна появиться надпись, что мы получили какого-то секретного питомчика. Есть, ребятки, вот он. За то, что вы купили Cyber Bunny Helmet. Прикиньте. Причем мне закинуло, ребята, на обычный сервак. Так, друзья, теперь смотрим. Короче, вот это, я так понимаю, можно будет снять уже. Если вы его получили, вы уже можете его снять. И смотрим, где наш питомчик. Вот он, друзья. Вот он. Называется Purple Marshmallow Чик. Ивентовый питомчик всего лишь 31 тысяча в игре таких. Крутяк. Прикольный. Мне он нравится, ребят. Я так понимаю, такие питомчики похожи у нас будут на ивенте. То есть, Marshmallow, это у нас все связано с Пасхой, ребятки. То есть, у нас уже пасхальный ивент скоро. То есть, получается скоро пасхальное обновление. И вы заходите обратно снимаете этот шлемик, а питомчик у вас остается. Друзья, это очень круто. Плюс, ребят, пока я снимал этот ролик, у меня, наверное, раза три вылетало из игры, писало Restart Series. То есть, я делаю вывод, что разработчик усиленно готовится к обновлению и постоянно что-то добавляет новое. Поэтому, друзья, очень ждем обновления. Мне кажется, оно будет очень крутым. Говорят, что оно будет самым-самым большим обновлением вообще, которое было в истории. Прест так писал, что это будет самое-самое крутое, самое большое обновление. Поэтому с нетерпением ждем. А, спасибо, что досмотрели мой ролик до конца. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Меня зовут Фандрикс. Желаю вам хорошего настроения и до встречи в следующем ролике. Пока-пока!